Герои-пилоты, сотворившие 10 февраля обыкновенное чудо в небе над Доминиканой. Когда на высоте 6 тысяч метров у Боинга загорелся левый двигатель, им удалось посадить самолёт с полными баками топлива. 375 спасённых жизней и пример высшего проявления самообладания. Вся команда, 18 членов экипажа удостоены медали Нестерова, второй пилот Игорь Кравцов, медали за отвагу, а командир Константин Парикожа, Ордена Мужества. Благодарность и открытость, стремление к творчеству, служению людям, благородство и отвага — это прекрасные, замечательные качества. Сотни жизней спасли лётчики Аса Константин Юрьевич Парикожа и Игорь Иванович Кравцов. Их выдержка, профессионализм, грамотные и решительные действия позволили избежать страшной катастрофы в небе над Доминиканской республикой. Ещё герои нашего времени — младший сержант полиции Артём Королюк и курьер Марат Исаев награждены медалями за спасение погибавших. На принятие единственно верного решения у них тоже были считанные секунды. Когда на станции метро Красносельская пассажирка потеряла сознание и упала на пути, мужчины, практически не раздумывая, бросились на помощь и едва успели укрыться в жёлобе между рельсами. Поезд затормозил прямо над ними. Я не знал, что так всё получится, что меня будут благодарить, награждать. Я в первую очередь думал спасти человеку в жизни. Спасибо за то, что оценили наш поступок. И всему народу всем спасибо вам. Ещё одному лауреату обязаны жизни десятки людей в Европе, Израиле, США. Александр Печорский был узником лагеря смерти «Собибор», куда каждую неделю эшелонами привозили женщин, детей, стариков и загоняли в газовые камеры. Печорский организовал массовый побег. Им удалось прорваться через колючую проволоку и минное поле. И это вошло в историю как самое успешное восстание в концлагере в годы Великой Отечественной войны. Память о победе над смертью хранят в семье героя. Орден мужества, присвоенный посмертно, получает его внучка. Пока мы будем хранить и чтить память о защитниках нашего Отечества, мы всегда будем жить в свободной и непобедимой стране. Прекрасное пополнение в рядах героев России. И почётное звание «Лётчик-космонавт» присвоено Елене Серовой, четвёртой женщине в космосе в отечественной истории. О звёздах она мечтала ещё на уроках астрономии, потом авиационный институт, ракетное предприятие, отряд космонавтов и её лестница в небо. На орбите бортинженер Серова была почти полгода, что уже рекорд для женщин. Я думаю, что в ближайшее время будут новые какие-то сенсационные разработки, новейшие физические, открытия физических законов, потому что мы вот где-то очень-очень близко рядом. И когда ты чувствуешь себя частицей, вот этих открытий, конечно же, это не может не воодушевлять. На орбите сейчас испытывают и плазменный кристалл. Это установка, в которой взаимодействуют рекордно заряженные частицы с уникальными свойствами. За новейшие разработки президента Академии наук отмечен орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Это направление, оно всегда было очень важным. Для ракетной техники, для атомной энергетики, и, конечно, для обороны. Ордена почёта удостоен Иван Дедов, директор эндокринологического научного центра. Технологии будущего в буквальном смысле здесь способны выявить риск наследственных заболеваний, в том числе орфанных, то есть очень редких. Ребёнок заболел, мы его наблюдаем, и он здесь же потом вырастая, если у него семья, мы наблюдаем потом беременность, принимаем, так сказать, роды, и так далее, и так далее, из поколения в поколение. Их заслуги перед Отечеством достойны орденов всех рангов. Авиаконструктор Новожилов, возглавлявший КБ Ильюшина. За 83 года не было ни одного дня, чтобы наши самолёты не находились в серийном производстве. Самолёты им летали, летают и будут летать. Ассы актёрской профессии. Народный артист России Валентин Гафт и руководитель Александринского театра Валерий Фокин. За вклад в двусторонние отношения с Россией отмечены депутат Европарламента от Чехии и первый заместитель премьер-министра Азербайджана. А орден дружбы получили животновод, механизатор, монтажник и машинист крана. Люди, в чьих руках развитие страны. У нас не только есть, что предъявить и показать своей стране и миру. У нас высочайшие, самые передовые достижения. Но у нас ещё очень много нерешённых проблем и вопросов. Очень много. И нам, конечно, здесь не до головокружения от успехов. Ни в коем случае. Но чем чаще вы и такие выдающиеся люди России, как вы, будете бывать в этом издале и у этого пипетра, тем быстрее мы решим все стоящие перед нами вопросы. И уже по традиции после церемонии президент ещё раз поздравил всех лауреатов в неформальной беседе за бокалом шампанского. Анастасия.